Елизавета Луцкая учится во втором классе и занимается в нескольких кружках рисования, плавания, гимнастика. Но учебу и все внеклассные занятия пришлось отложить на неделю. Досадная простуда изменила график девочки. Впрочем, очередной визит к педиатру принес хорошие новости. Больничный можно закрывать. Елизавета такому положению дел рада и не отрицает. Во многом то, что она быстро встала на ноги и не разболелась, заслуга ее врача. Она мне очень нравится. Она меня от всего лечит. Всегда вылечивает. Мне она очень-очень сильно нравится. Путь к сердцу ребенка проложить несложно. Быть поласковее и говорить не строго. А вот мамы педиатров, как известно, оценивают строже и с пристрастием. Но и мамой Елизаветы участковым педиатром довольна. Даже в разгар простудных заболеваний врач в ущерб своему личному времени уделит достаточное внимание ребенку. Мы очень довольны своим врачом. Ирина Исаковна очень высококвалифицированный специалист. Помимо того, что она высококлассный специалист, она еще хороший человек. Всегда отзывчива, всегда пойдет навстречу. Никогда никого не пропустит. Всех примет, всех высушает, окажет необходимую помощь. Мы очень довольны своим врачом. Нам, можно сказать, повезло с нашим врачом. В детской поликлинике номер один города Гродно работает 67 педиатров. Из них 52 участковые. Средний возраст – 42 года. То есть в целом достаточно опыта. И при этом врачи еще полны готовности учиться и использовать в своей работе современные методики. По регламенту на одного участкового педиатра должно приходиться 800 детей. В первой поликлинике на участке в среднем 750. То есть нехватки специалистов здесь нет. Работают в основном, конечно, грамотные специалисты. Хотя, что меня радует, как руководителя, что идет постоянное обновление кадров. В прошлом году к нам пришло 4 молодых доктора. И работают они участковыми педиатрами. В этом году 6 докторов. Это существенно, так знаете, освежило кадровый состав участков, участков наших. Работают и пенсионеры. Мы очень уважаем их труд. Работают они на время декретного отпуска. На сегодняшний день у нас 20 докторов-педиатров находятся в отпусках по уходу за ребенком. Впрочем, достаточную комплектованность поликлиники кадрами, увы, не отменяет томительного ожидания своей очереди перед кабинетом врача. Это также объясняется возросшей в СИЗО НОРВИ вострепованностью педиатров. Ведь на одного пациента в среднем врач должен тратить 12 минут. И за три часа приема к нему в кабинет попадет порядка 15 пациентов. Но на деле их всегда оказывается гораздо больше и принять, осмотреть, поставить диагноз и назначить лечение нужно каждому. Нагрузка достаточно высокая и серьезная. Но где-то в понедельник, конечно, больше у нас вызовов и серьезные цифры. На каждом участке порядка 20 вызовов в этот осенний период у нас уже есть. И на приемах тоже достаточно много людей. Ну, не менее 20, наверное, ежедневно принимает каждый участковый педиатр. В Гродненской областной детской клинической больнице тоже работают детские врачи, специалисты. Это учреждение здравоохранения лучшее в области. Сюда приезжают на обследование и лечение дети со всех регионов и даже из других областей. Здесь оказывается круглосуточная экстренная медицинская помощь маленьким пациентам. На сотрудниках колоссальная ответственность и недокомплектация детскими врачами в этих условиях была бы фатальной. Однако дефицита, к счастью, здесь нет, рассказали в руководстве детской больницы. Здесь трудится 151 специалист, и при этом каждый – профессионал своего дела, потому что обучением и постоянным повышением квалификации сотрудников здесь не пренебрегают. У нас достаточно высокий процент категорированности персонала. Ежегодно сотрудники учреждения, врачи и средний медицинский персонал, они повышают свой квалификационный уровень. И на сегодняшний день в больнице 28% специалистов имеют высшую квалификационную категорию. И приблизительно порядка 60% имеют первую квалификационную категорию, ну и оставшийся процент – это специалисты с второй квалификационной категорией. При этом стоит отметить, что за последние пять лет в Гродненской областной детской больнице появилось 50 молодых специалистов. Обновляются штаты в поликлиниках. Детскими врачами по-прежнему хотят стать немало студентов медицинского университета. А, к слову, педиатров готовят в Гродненском медвузе. Так что острого кадрового голода педиатрическая служба региона не испытывает. Ну а если поддержка молодых специалистов будет и дальше на достойном уровне, то педиатров будет точно хватать на всех. Элла Добудила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова